Здравствуйте! Меня зовут Гладких Олёс, а у меня четыре куза. Я живу в городе Москва. Лёш, а ты какие-нибудь стихи или песни знаешь? Олёса новый стихи называю. Новый? Можешь рассказать? Пожалуйста, расскажи мне новый стих. Кот лсатый, как разбойник, Переплыгнул под доконник. Распугал сочетских ком и мулыкой, мулыной. Всё? А про что это стихотворение скажи, пожалуйста? Про кота. А кот какой в этом стихотворении? Хороший или плохой? Хороший. А чем же он хороший? А? Что он сделал такого хорошего, что ты решил, что он кот хороший? Я не знал, что. А что там в стихотворении было сказано про кота? Что он делал? Расскажи. Я не знал, что. Давай ещё раз повторяем стихотворение тогда. Начинаем. Кот лсатый, как разбойник, Переплыгнул под доконник. Стоп! Какой у нас кот? Усатый. Так, а где у сыра тут у котов? Покажи. Вот он. Да. А как его ещё называют? Кота. Кот. А, Лёш? Кот Айлоса. Нет, разбойник. А почему он разбойник? Скажи, пожалуйста. Я знаю. Ну, ты же рассказываешь стихотворение. Как ты можешь не знать? Не ковыряй носу, пожалуйста. И что он сделал, этот кот усатый и разбойник? Что он сделал? Напугал. Нет, подожди. Сначала не ковыряй носу. Не трогай нас, пожалуйста. А я не могу ковырять. Лёш, что он сделал, этот кот-разбойник? Перепрыгнул. Вот, нападок. Так, правильно. А дальше? Расскажи дальше. Испугал всех. Кого он испугал? Курочков домашних. Так, Курочков и? И мурлыкает. И что? И мурлыкает. То есть и довольный сел, и мурлыкает, да? Угу. Расскажи мне, пожалуйста, еще раз это стихотворение. Кот усатый, как логольник, Переглыбнул подоконник, Распугал соседки, И мурлыкает му-му. Вот, видишь, оказывается, Мурлыкает он, потому что Он нашкодничал, да? Так что он делал тогда? Он хулиганил кот, получается, или что делал? Хулиганил. Хулиганил, конечно. Такой хулиган кот. Хорошо, вспомни мне песню. Я новых не выучил. Новых не выучил. Ай-яй-яй, давай старую. Ну старую, самую старую, которую ты знал. Ну, которую ты знаешь. Да, давай. Дальше сидя в Кантеле. Нет, только громко и ярко. Не трогай Майку, отпусти Майку. Давай я сидя в Кантеле, там зелененький он был. И все, он перепутал. И все, перебил. Дальше, представьте. Представьте себе, представьте себе, он все поперепутал. Представьте себе, представьте себе, он все перезабыл. Да? Хорошо. А теперь сыграем мне, пожалуйста, этого кота. Усатого разбойника, который перепрыгнул под оконник. И распугал всех соседских кур. И сидит и мурлыкает, мур-мур. Сыграй, пожалуйста. А кто у нас будет в подоконнике? Нет, подоконника у нас никто не будет. Ты представь, что это подоконник рядом. Вот здесь вот. Леша, смотри, пожалуйста. Вот там вот подоконник у нас. Да? А вот здесь курочки у нас пасутся. Пожалуйста, сыграй мне этот ютюб. Только давай мы сначала появимся как кот. Нет. Чтобы я видел не твою попу, а я видел твое лицо. Будь любезен. Так, пожалуйста. А где ты кур-то увидел? Где куры паслись? Скажи, пожалуйста. А тут. Хорошо. А теперь представь, что куры перебежали и пасутся возле двери. Возле двери. Леша, где дверь? Вот. Так, пожалуйста. Распугай их там. А еще как кот пугает. Кот же, наверное, еще мяукает. Громко-громко. Так. И довольный сел и мурлыкает. Нет, Леша, только повернуться ко мне. Сесть довольным. Мурлыкать и вытирать лапы. Лапы как он вытирает? Облизывает как лапы. Нет, только не по-настоящему, Леша. Нет, не по-настоящему. Спасибо. 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 Мурлыкать и вытаскиваем. Спасибо.